207-й Peugeot 207-й Peugeot, одна из популярных моделей французской марки, прошел рестайлинг. Внешние изменения достаточно сдержанные. Кажется, что главной задачей дизайнеров было не испортить успешный облик. Рестайлинг – это дань моде. В современном автопроме принято выпускать модель лет 6-7, а в середине этого срока положено обновить внешность и предложить новые опции. Наиболее эффектна передняя часть автомобиля. Крупные фары тянутся почти до лобового стекла и немного возвышаются над капотом. Огромный воздухозаборник окантован хромом и теперь меньше походит на широкую улыбку. Скорее, он напоминает разверстую пасть. Изменения кормы сводятся к новым фонарям. Вместо былых ламп красный свет источает светодиоды. Так моднее и, говорят, безопаснее, ведь они зажигаются на долю секунды быстрее. В целом рестайлинг прошел по опробованной схеме. Покупателям предлагают колесные диски нового дизайна и новые цвета кузова. Один из них – озерная гладь – мы выбрали для теста. Говорят, в автосалонах немецких марок продавцы предпочитают водить клиента вокруг машины. Однако, если вы пришли покупать француза, вас сразу пригласят сесть внутрь. Глаза есть за что зацепиться. В салоне много причудливо изогнутых линий, материалов разной плотности и фактуры. И хотя пластик передней панели относительно жесткий, дешевым он не выглядит. Руль обшит кожей и приятен на ощупь. И, конечно же, всем понравятся белые циферблаты приборов с хромированной окантовкой. У маленького Peugeot удобные кресла и хорошо продуманная эргономика водительского места. Сидеть за рулем удобно, не хватает лишь подлокотника. Тестируемый автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем и приличной стереосистемой с разъемом для аудиоплеера. За счет панорамного лобового стекла салон кажется больше, чем есть на самом деле. Но и сев внутрь, на тесноту не пожалуешься. Места хватит и троим пассажирам заднего сидения, хотя простора в ногах у них не будет. Багажник невелик, как и бывает в этом классе. Хорошо, что под полом полноценное колесо. Задний диван складывается по частям – две трети и одна треть. В России 207-й предлагается с четырьмя бензиновыми моторами мощностью от 75 до 175 лошадиных сил. Все они теперь отвечают нормам Евро-5, что, впрочем, вряд ли заинтересует россиян. Для нас ощутимый плюс лишь в экономии топлива. Трансмиссий предлагается три – механическая, автоматическая и роботизированная. Мы опробовали 120-сильный мотор 1.6 с автоматом и 90-сильный 1.4 с роботом. Мотор 1.6 был разработан совместно с BMW. Не стоит ждать от этого агрегата спортивной мощи или экстраординарных показателей. Разгон до сотни займет немалых 12 секунд, зато в режиме спорт двигатель преображается. Вместо вялых пони, упакованных в сбрую экологических Евро-норм, появляется настоящий 120 лошадей. Мотор быстро раскручивается до 6000 оборотов, точно откликаясь на команды водителя. В режиме спорт чувствуется, что действительно есть потенциал у автомобиля. И на этом пежо можно ездить быстро. Понравились настройки электроусилителя руля. Он передает не слишком много вибраций от недостатков дороги. И в то же время позволяет четко понимать, в каком положении находятся колеса. И на каком покрытии они стоят. Однако автомат стоит дорого. Для желающих сэкономить предлагают роботизированную коробку. Для водителя это означает те же две педали. Однако к роботу нужно привыкнуть. Например, при старте в горку машина может откатиться назад, даже в положении драйв. Привыкнуть к водителю предстоит и роботу. В зависимости от манеры езды он будет сменять передачи раньше или напротив дольше удерживать пониженные при разгоне. Самый доступный Peugeot с двумя педалями стоит 583 тысячи. Цены на 207 с механикой начинаются с 512. А богатая комплектация премиум с автоматом и мотором 1.6 обойдется в 670 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова